Мы научились работать с математическими операциями в библиотеке PyTorch. Давайте попробуем выполнить какие-нибудь вычисления на GPU. Для этого создадим TorchTensor размера 2х3 со случайными числами. Числа от 0 до 1 это можно сделать с помощью функции run. И чтобы перевести его на GPU, нам сначала нужно выяснить, есть ли у нас на машине GPU. Это можно сделать следующей командой torch.cudo isavailable. Нам говорят, что на нашем компьютере есть CUDA. Если у вас ответ другой, то вы можете перейти в вкладку Runtime. Нажать Change Untime Type. И скорее всего у вас стоит тут None. И надо выбрать GPU. У нас тут стоял GPU. Поэтому у нас ответ True. Если у вас иначе, вы можете переделать и выполнить все ячейки сверху вниз снова. Чтобы перевести на другой девайс, нам нужно создать объект девайс, куда мы будем переводить. Если мы создадим объект TorchDevice CUDA.0, то это будет девайс, который отвечает видеокарте. Почему тут написано 2.0? Потому что если у нас в компьютере много видеокарт, то у них будут индексы с нуля по то количество, которое у нас видеокарт в компьютере. У нас здесь, наверное, одна видеокарта. И мы выбираем как раз ее. Если же вам нужно будет по какой-то причине обратно переводить с видеокарты на CPU, можно создать девайс CPU и переводить на него. Кроме того, мы можем написать универсальный код, который переводит TorchTensor на ту платформу, которая у нас сейчас в компьютере есть. Вот так выглядит этот код. И теперь достаточно просто написать функцию toDevice, то есть TorchTensor вызвать у него метод to, и полученный тензор уже будет на куде, на видеокарте. Назовем его XCUDA. Давайте посмотрим, сколько выполняется операция, если выполнять его на CPU сперва. Тензор X никуда не переводился. Если мы проведем эту операцию, она будет производиться на CPU. Оказывается, что она практически 0,7 миллисекунд происходит. Если мы выполним эту же самую операцию на GPU, то получаем немножко даже большее время, что довольно странно. Мы вроде бы должны получить ускорение, переводя на GPU, но ускорение не видно. Почему же так происходит? На самом деле ускорение вычислений на GPU происходит только на довольно больших тензорах. Наш тензор должен быть большого размера, и тогда вот этот параллелизм, который возникает в видеокартах, он дает некоторый профит в эффективности. Хорошо, давайте изменим наш тензор. Скажем, что он не 2 на 3 размером, а, например, 2000 на 3000. Создадим такой тензор. Все остальное можно оставить как было. Переведем его на GPU. И замерим время снова. И видим, что на CPU у нас время 70 миллисекунд, а на GPU всего 3 миллисекунды. То есть явно виден выигрыш во много-много раз. На этом шаге мы выяснили несколько вещей. Мы узнали, как инсталлировать библиотеку PyTorch. Мы познакомились с теми операциями, которые можно выполнять с Torch-тензорами. Мы узнали, как переводить Torch-тензор в NumPy.ray и обратно. Как копировать Torch-тензоры. И как переводить Torch-тензоры на GPU и, соответственно, вычислять на GPU. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...